От тюрьмы и от сумы в России не зарекайся. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня у меня для вас хорошая новость. Вчера, 23 декабря 2020 года, Тверской районный суд города Москва приговорил муниципального депутата Юлию Галямину к двум годам условного срока. Сама Юлия Галямина готовилась к тому, что ее посадят. Неоднократно заявляла об этом своим друзьям и близким. Приготовила уже вещи и продукты для того, чтобы отправиться, извините, в СИЗО. Вчера поддержать Юлию собралось около 200 человек. Честно говоря, я разочарован такой слабой поддержкой людей своего муниципального депутата, который борется за их права, который выступал против обнуления президентских сроков, сами знаете кого, против изменения Конституции. То есть Юлию Галямину судили по так называемой Дадинской статье. То есть уже два человека были осуждены по статье 212, часть 1. Это был Дадин и Котов. Дадин был осужден в 2015 году по этой статье на 3 года. Котов был осужден на 4 года. Недавно, кстати, Константина Котова выпустили. Он отсидел полтора года, а Дадину срок его был отменен в 2017 году. И вот сейчас судили муниципального депутата Юлию Галямину. Гособвинитель просил дать женщине, депутату Юлии Галяминой 3 года реального срока колонии. То есть в глазах гособвинения муниципальный депутат представляет реальную угрозу для общества. Вы знаете, сама Юлия Галямина неоднократно подчеркивала, что президент России Владимир Путин, он боится белорусского сценария. И он сделает все возможное, чтобы этого не произошло. И вот недавно прошел суд над Олегом Шереметьевым, также муниципальным депутатом Мосгордумы. Сейчас мы видим суд над Юлией Галяминой, тоже муниципальным депутатом. Их осудили. Теперь им в течение пяти лет нельзя баллотироваться в муниципальные депутаты. Сама Юлия тоже заявила, что она будет бороться с отменой вот этого решения суда. То есть она будет всячески стараться вновь стать депутатом. Я смотрю вот на эту, безусловно, достойную женщину. Вы знаете, мне хочется аплодировать. Мое уважение Юлии Галяминой. Так держать. Эта женщина не боится ничего, готова рисковать своей жизнью, своим здоровьем. Она, безусловно, достойна представлять интересы нашего многонационального народа. Друзья, вы можете поддержать мой канал лайком, парой комментариев и поделившись этим видео в соцсетях. Вы знаете, недавно у нас в Перми также судили блогера, политического активиста Александра Шабарчина. Ему тоже дали условный срок. Но все-таки, все-таки, это, конечно, безусловно, зло, условный срок. Но все-таки, понимая вот всю эту репрессивную, карательную систему Российской Федерации, мы с вами должны понимать, что все-таки это, это все-таки хороший какой-то признак того, что все-таки власть немного, немного, чуть-чуть совсем, но боится. Боится вот этих возмущений, этих протестов, которые могут возникнуть в связи с осуждением на реальный уголовный срок политических активистов и муниципальных депутатов. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.